Субтитры подогнал «Симон» Пасть духом, опустить руки, прекратить верить и ждать. Он пошел по самому легкому пути и таки добрался. До самого дна. Но в этой истории есть и те, в ком надежда, если и собиралась умереть, то наверняка последней. Они искали нас, а мы искали их. Все ради того, чтобы спустя два года эта встреча состоялась несмотря ни на что, а вопреки всему. Шестичасовая дорога в нелетную погоду из Харькова на Красной Старушке не стала помехой для любящего отца. В Кривой Рог приехали и те, кому так же не безразлично судьба нашего героя. Я так понимаю, брати, так, Олександра. Все, да, брат. Ну, я думаю, він нас чекає, зараз ми тоді поїдемо. Я так зрозіла, коли дізналася насправді, що ви також шукаєте, і ми стільки сил також склали в це. Дуже хочеться, щоб все в нього налагодилось, тому що там всі будемо надіятися, будемо надіятися. Трішки дійсно звернули. З вашей допомоги, звісно, ваша робота неоценима. Ми пішли по слідам оток, що він пішов сюди. А вийшли, що там, де він в часті бил, ні пропавчого нету, ні в списках нету. І ось так, на цьому проосстановилися. Ну, от благодаря тому, що там показалися нам, по вашому телевидению. Все время разлуки близкі, проживая в Харкові, отслеживали новости Кривого Рога. Відь іменно в цьому місті простыл слід Олександра. Говорят, коли увидели выпуск проєкта на дне, чувства смешались. От шокового состояния до безграничного счастья. На Семейном совете і приняли единственне верне решення, як можна скорей продовжити поиски. Поєдемте, будь-яка. Да, будем ехати. Тревога і приєтне волнення. Чувства предвкушення і страха сменялись в них с равной силой. К запланированной встрече оставались считанные минуты. Казалось, воссоединению сім'ї вже ничто не помешає. Але препятствия на этом не закончились. В оговоренном месте Саши не оказалось. Обидно, конечно, очень обидно. А позору сколько? Это, вы знаете, дети, внукам. А ну, да приятно вот это вот все. А он такой, що замкнутий. Пожаловаться мне, некому було пожаловаться. То есть, приходил иногда так. Рассказывав, що, ну, що я тебе могу сказати? Ну, ти ж уже сам взрослый, ти ж уже тоже дедушка сам. Тоже приехала і внучка, тож плачет, переживає. Дедушка, давайте щось думати. Ось я всіх собрал. Давайте щось думати. Давайте ехати туди, забирати, що вытягивати з цього болота. Ось це затягиває ще глибше і глибше. Можна бути вера в те, що дійсно є на кого переїхати? Да і любой, якось бы щось на його місці. Тоже саме, понимаєш? Коли, знаєш, трясина, йдеш, йдеш, все глибше, глибше. І потім с руками, с ногами вже застрять, вже з цього болота не вийде. Так, як трясина. Так, як трясина. Засасываєте і все. Тут ще, якесь окруження. Все зависит от окруження. Какі друзі, с кем поведеться. Поведеться з цими, видите, дошло-дошло. Був би, може, там на глазах у всіх. Конечно, де-то що-то я під'їхав, і жена ще сяна. Вот. Конечно, підказали, где-то помогли. Окруження Александра за время съємок проекта ми изучили на отлично. Именно поэтому нам удалось його найти і в цей раз. Ну, все, ну, не знаєшся. Сережка, мій брат. Ну, знаєшся? Це братильна. Кого ти не знаєш? У мене вже влас не виждет. Я все. Драк, я не віжу. Собирайся до моїх. Поїхали. Пацані! Ты что творишь? Я творил, со мной жизнь творит такое. Ты жизнь творишь, ты жизнь руководишь. Не жизнь с тобой, а ты жизнь. Тем временем вся семья нашего героя там, в Харькове, не находит себе места. Супруга? Да, внучок. Да, приехали на место. Аня нас встретила здесь, провела. Вот сейчас ждем. Он там где-то вроде лежит, отдыхает что ли. Вот ждем, сейчас пошли. И отец пошел, и с Серегой пошли на рапидайске, встречают. Понятно. Да, ну я потом позвоню еще что-то. Тоже переживаешь? Да, просто интересно. Да, блин, вы еще прозатаетесь что-то зря. Да я не думаю. Раз уже тут на месте, уже мы отсюда пока не найдем, мы уже отсюда не въедем. Ну да. Да. Ну ладно, давай. Ну ладно, а то я немножко расстроился. Переживают все, понятно. Конечно, переживают. Дочка только что звонила тоже. Ну что вы, как вы там? Все, парень. Не надо. Я уже, блин, уже... Пи***ь. Па-па-па. Па-па-па, не надо. Пи***ь. 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 Едем домой, сынок. Поехали в свой родной дом. Пи***ь. Поедем, мамка Люда лечет. Мамка Люда сама хотела ехать сюда. Пи***ь. Пи***ь. Давай, сынок. Пи***ь. 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 Спасибо вам, родные. Самого-самого всего наилучшего. Спасибо вашей программе. Пи***ь. Для нас самое главное, он живой. Вот. А там мы все наверстаем. Наверстаем, поправим, и все будет нормально. И мы вам, я вам обещаю. И вам большое, я в сердечном дадуше благодарю. Не знаю. Как я все наши. От себя, от своей семьи, от детей, от внуков, от всех. Все переживают, все спрашивают, звонят. Можно было что-то много еще поговорить. У меня. Весь такое состояние, поймите у меня, какое самостояние, да. Я вообще-то не, вообще не думал, что я его вообще увижу. А батя со мной. А мы будем тогда жить. Батя мне не даст умереть. Да. Жизнь любит испытывать. Порой она делает это с особым цинизмом и лишь для того, чтобы внимательно наблюдать. Наблюдать за тем, сможешь ли ты, человек, пройти через все трудности и не потерять себя. Сможешь ли ты не опустить руки, а упав, подняться и идти дальше. Не сетуя при этом на судьбу, не обвиняя окружающих в собственных бедах. Идеальных людей не существует. Нет и тех, кто ни разу в жизни не оступился и не сошел с правильного пути. Да и кто знает, какой он правильный путь. Порой, чтобы начать жить заново и выбраться из грязного дна жизни на его поверхность, достаточно лишь того, чтобы в тебя снова поверили и протянули руку помощи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok